Пожалуйста, а вы с двумя букетами даже пришли? Да. А почему? Двое убиенных. Это? На сегодняшний день. Это в честь Навального только? Да, да, да. С каким чувством вы сегодня сюда пришли? С чувством непроходящей надежды, что это должно кончиться, ведь это тоже. Сейчас взяли сюда, под стражу взяли Олега Орлова. Договорили на два с половиной. Сегодня тоже же это самое. Девять лет как убили Бориса Кимовича. Скоро будет кофтерами. Но это не может быть бесконечно. Это должно кончиться. Это кончится. Последний год-полтора настроение, на мой взгляд, меняется. В лучшую сторону по отношению к мемориалу. То есть такое впечатление, что люди стали больше понимать и лучше понимать то, что происходит с экстрактами. Февраль в истории России, получается, каким-то ужасным месяцем вторжение России в Украину, убийство Бориса Немцова и убийство Алексея Навального. Все эти судьбоносные, ужасные, трагические события, они вот в одном месяце сконцентрировались полностью. Что тут можно еще сказать? Помним и надеемся, что все-таки это как-то изменится. А как это может быть? Вот эти великие люди, которых убили, которых убил режим, они все-таки оставили свое наследие. Мне кажется, это наследие, оно сыграет свою роль в будущем, когда все-таки наступят прекрасные счастливые в России в будущем. Вы сохраняете в ней веру? Я думаю, что да. Я думаю, что все-таки раз есть в России такие люди, такие великие люди, как Алексей Навальный, как Борис Немцов, и мы все со стороны делим. Пока свободу и горим, пока сердца для чести живы, мой друг отчизне посвятим, души прекрасные порывы. Товарищ Верю зайдет на звезда пленительного счастья. Россия встроена до сна. На обломках самовластина пишет наши имена. С чем вы связываете надежды на будущее? Ну, вот сейчас была надежда на будущее с Надеждином, но его, к сожалению, не допускают на выборы. Но я думаю, у нас много людей, которые способны еще побороться за сменяемость власти, за демократию в нашей стране.